Глава пятая Взводный урядник, зашивавший в то время прохудившиеся шаровары, согласился с ним Трубач кинул тревогу Все подскочили, Прохор заметался в поисках кесета Тут же услышали команду седлать лошадей Григорий рвал приколы палатки Ему успел шепнуть урядник «Война, парень! Брешешь!» «И вот тебе Бог, Вахмистр сообщил!» Казаки строились Командир на разгоряченном коне вертелся перед строем Вышли к полустанку Через день полк выгрузился в 35 верстах от границы За станционными березками занималась заря Погожее обещалось быть утро На станции суматоха Кто-то ищет свою сотню На кого-то кричит офицер Вахмистр крикнул, чтобы сотня подтянулась А в колонне тихо, в полголоса Подтянулись ядрена Матрена, две ночи не спамши В синеватой белесе неба четко вырезались Как нарисованные тушью силуэты всадников Шли по четыре в ряд Колыхались пики, похожие на оголенные подсолнечные будылья Изредка звякнет стремя, скрипнет седло Эй, братушки, вы куды ж это? Кумена пептины Прохор Зыков шепотом спрашивал у Григория Мелих, ты не робейшь, а? А чего робить? Как же, может, мы не в бой пойдем? Ай, гущай А я вот робею Сию ночь не спал, нет сна, хочешь бей Мерно пошли лошади Колыхнулись и поплыли притороченные к ногам пики Пустив поводья, Григорий дремал Прохор что-то говорил над ухом Голос его мешался с хрустом седла, копытным стуком, не нарушая обволакивающей бездумной дремы Вдоль дороги дымились в росе вызревшие овсы Куни тянулись к низким метелкам, вырывая из рук казаков поводья Ласковый свет заползал Григорию под набухшие от бессонницы веки Пробудил его внезапно приплывший из-за далекого овсяного поля густой перекатистый гул «Стреляют!» – почти крикнул Прохор Страх налил мутью его телячьи глаза Подъясаул повел сотню рысью За узлом проселочных дорог, сходившихся у брошенной корчмы, стали попадаться подводы беженцев В ложбинке, болотистой и топкой, застряла гаубичная батарея Рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора Обогнали полк пехоты Солдаты со скатанными шинелями шли быстро Солнце отсвечивало в их начищенных котелках и стекало с жал штыков В головной колонне наяривали похабную песню Офицеры посмеивались Острый душок недалекой опасности сближал их с солдатами Делал снисходительней Гусеницами ползли пехота и лазареты Чувствовалось смертное дыхание близких боев Сотню Григория обогнал командир полка Каледин С ним рядом ехал войсковой старшина Григорий, провожая глазами статную фигуру полковника, слышал, как войсковой старшина, волнуясь, говорил ему На трехверстке, Василий Максимович, не обозначена эта деревушка Мы можем попасть в неловкое положение Ответа полковника Григорий не слышал Догоняя их, проскакал адъютант И вот вдали показались халупы деревушки А за ней, зелеными остриями вонзаясь в синеющий купол неба, виднелись вершины леса За лесом пухнул орудийный гул Теперь он потрясал слух всадников, заставляя настораживаться лошадей Григорий остро воспринимал каждый звук Нервы его все более взвинчивались Прохор Зыков ерзал в седле, болтал не умолкая Сотня добралась до деревушки Во дворах кишат солдаты В хатах суетня Хозяева собираются выезжать Всюду на лицах жителей лежала печать смятения и растерянности Григорий видел, как в одном дворе солдаты развели огонь под крышей сарая Но хозяин, раздавленный гнетом внезапного несчастья, не обращал на это внимания И заботливо нес сломанный обод колеса Никому не нужный, пролежавший на погребице, быть может, десяток лет По улице метелицей стылался выпущенный кем-то из перины пух Воняло пригорелой сажей и погребным затхлым душком На выезде из деревни они увидели еврея Он бежал им навстречу за казаком Звал его Но казак на крики еврея не обращал никакого внимания Один из подъясаулов приказал казаку остановиться Спросил, какого он полка, но тот, как на скачках, повел коня бешеным наметом У высокого забора поднял его на дыбы и ловко перемахнул на ту сторону Вахмистер сказал, что здесь стоял девятый полк Черт с ним Подъясаул поморщился и, обращаясь к еврею, припавшему к стремени Что он у тебя взял? Господин офицер! Часы, господин офицер! Еврей, поворачивая к подъехавшим офицерам красивое лицо, часто моргал глазами Немцы придут, все равно заберут Улыбаясь в усы, отъезжая, проговорил он Еврей растерянно стоял посреди улицы Вахмистер Каргин, под смех прокатившийся по рядам казаков, опустил пику Беги, а то заколю! Еврей испуганно зевнул и побежал Вахмистер догнал его, сзади рубанул плетью Григорий видел, как еврей споткнулся и, закрывая лицо ладонями, повернулся к Вахмистру Сквозь тонкие пальцы его цевкой брызнула кровь «За что?» – рыдающим голосом крикнул он Вахмистер, масля в улыбке круглые, как казенные пуговицы, коршунячьи глаза, ответил отъезжая «Не ходи босой, дурак!» За деревней, в лощине поросшей желтыми кувшинками и осокой, саперы доканчивали просторный мосток Рядом стоял автомобиль «Ты где это, капитан?» «Да нет, вам приказано еще вчера было закончить работу!» «Молчать!» «А подвозки строительного материала надо было позаботиться раньше!» «Молчать!» «Что это?» «Ну как я теперь проеду на ту сторону?» «Я вас спрашиваю, как я проеду на ту сторону?» В полдень проехали границу Кони прыгали через поваленный полосатый пограничный столб Орудийный гул погромыхивал справа По приказу командира был выслан головной дозор Пока сотник сверялся с картой, казаки съехались кучей покурить Григорий слез было ослабить подпруги, но Вахмистер блеснул на него глазами «Я тебе чертей всыплю! На конь!» Перед ними, тронутая полуденным зноем, лежала равнина Справа зубчатилась каемка леса В нее вонзалась отточенная жала дороги В версты за полторы от них виднелась деревушка Возле нее изрезанный глинистый крутояр речки и стеклянная прохлада воды Сотник закурил, долго смотрел в бинокль, щупая глазами омертвелые в безлюдье улицы Но там было пусто, как на кладбище Манила зазывно голубеющая стежка воды Сотник, пряча бинокль и морщась как от зубной боли, сказал ехать в ту деревню Прохор Зыков поближе к Григорию В опустелую улицу въехали с опаской Каждое окно сулило расправу Каждая распахнутая дверь сарая вызывала при взгляде на нее Чувство одиночества и противную дрожь вдоль спинного хребта Въехали хищниками Так в голубую зимнюю ночь появляются около жилья волки Но улицы пустовали Одуряющая висела тишина Из раскрытого окна одного дома Послышался наивный бой стенных часов Звук их лопался выстрелами И Григорий заметил, как сотник, ехавший впереди, дрогнул Судорожно лапнул к обуру револьвера Но деревня была пустой Стали переходить реку Григорий жадно всматривался во взмученную воду Близкая и недоступная она тянула к себе непреодолимо Если б можно было, он соскочил бы с седла Лег, не раздеваясь, под дремотный перешепот струй Так, чтобы холодом и ознобом охватила спину и мокрую от пота грудь А за деревней уже был виден город Квадраты кварталов, кирпичные здания, разлив садов, шпили костелов Сотник посмотрел в бинокль Но и так было видно, как по улицам крохотные отсюда сновали люди Прудили переулки обозы, мельтешились конные Григорий различал даже серую, чужую окраску мундиров Возле города бурили свежевырытые логова окопов Над ними кишели люди «Сколько их?» Изумленно протянул Прохор Остальные молчали, зажатые в кулаке одного чувства Григорий прислушивался к учащенному бою сердца И осознавал, что владеет им совсем иное чувство при взгляде на этих чужих людей Чем то, которое испытывал он на маневрах, видя противника Сотник сделал в полевой книжке какие-то отметки карандашом, подозвал Григория Подал ему сложенную в четверо бумажку и отправил к командиру полка наметом Сотник глядел ему вслед Выждал, пока Григорий сел на коня и кинул взгляд на решетку ручных часов Когда Григорий прибыл с донесением, полковник Каледин отдал распоряжение адъютанту И тот запылил к первой сотне Четвертая сотня разворачивалась быстро, как на ученье Кони мотали головами, жалил слепень, позвякивали уздечки В полуденной тиши глухо гудел топот первой сотни, проходившей последние дворы деревни Подъясаул полковников на переплясывающем статном коне выскакал перед строй Григорий, задерживая дыхание, ждал команды Подъясаул вырвал из ножен шашку Клинок блекло сверкнул голубизной Глухо охнула земля, распятая под множеством копыт Григорий едва успел опустить пику Он попал в первый ряд, как конь, захваченный хлынувшим потоком лошадей, рванулся и понес Первая сотня взвыла трясучим колеблющимся криком Крик перенесло к четвертой сотне Лошади в комок сжимали ноги и пластались, кидая назад с сажением Сквозь режущий свист в ушах Григорий услышал хлопки далеких еще выстрелов Первая цвенькнула где-то высоко пуля Тягучий свист ее забороздил стеклянную хмарь неба Григорий до боли прижимал к боку горячее древко пики Ладонь потела Свист перелетавших пуль заставлял его клонить голову к мокрой шее коня В ноздри ему бил острый запах конского пота Как сквозь запотевшие стекла бинокля видел бурую гряду окопов Серых людей, бежавших к городу Пулемет без передышки стылал над головами казаков веером разбегающийся виск пуль Они рвали впереди и под ногами лошадей ватные хлопья пыли Сердце Григория словно одубело Он не чувствовал ничего кроме звона в ушах и боли в пальцах левой ноги Выхолощенная страхом мысль путала в голове тяжелый застывающий клубок Первым упал с коня Харунжи Ляховский На него наскакал Прохор Оглянувшись, Григорий запечатлел в памяти кусочек виденного Конь Прохора, прыгнув через распластанного на земле Харунжева, ощерил зубы и упал, подогнув шею Прохор слетел с него, выбитый из седла толчком Резцом, как алмазом на стекле, вырезала память Григория и удержала надолго Прохора Упавшего плашмя, растоптанного копытами, скакавшего сзади казака Григорий не слышал крика, но понял по лицу Прохора, прижатому к земле с перекошенным ртом и вылезшими из орбит телячьими глазами, что крикнул тот нечеловечески дико Падали еще, казаки падали и кони Григорий достиг австрийских окопов в числе первых Высокий белобровый австриец, хмурясь, почти в упор выстрелил Григория с колена Огонь свинца опалил щеку Григорий повел пикой, натягивая изо всей силы поводья Удар настолько был силен, что пика, пронизав вскочившего на ноги австрийца, до половины древка вошла в него Григорий не успел, нанеся удар, выдернуть ее и под тяжестью оседавшего тела ронял, чувствуя на ней трепет и судороги Видя, как австриец царапает скрюченными пальцами древко Разжав пальцы, Григорий въелся занемевшей рукой в эфес шашки Австрийцы бежали в улицы предместия Вдоль железной решетки сада, качаясь, обеспамятив, бежал австриец Григорий видел его нависший затылок, мокрую у шеи, строчку воротника Распаленный безумием, творившимся вокруг, занес шашку Григорию не с руки было рубить, он, косо держа шашку, опустил ее на висок австрийца Тот, без крика, прижал кране ладони Квадратное, удлиненное страхом лицо австрийца чугунно чернело Он шевелил пепельными губами Свиска его, упавшая на осклесть шашка, стесала кожу Кожа висела над щекой красным лоскутом На мундир, кривым ручьем, падала кровь Григорий встретился с австрийцем взглядом На него мертво глядели, залитые смертным ужасом глаза Жмурясь, Григорий махнул шашкой Удар с длинным потягом развалил череп надвое Австрийец упал, топыря руки, словно поскользнувшись Глухо стукнули о камень мостовой половинки черепной коробки Конь прыгнул, схрапнув, вынес Григория на середину улицы Мимо Григория вспененная лошадь протащила мертвого казака Нога его застряла в стремени и лошадь несла, мотая избитое оголенное тело по камням Григорий видел только красную струю лампаса Да изорванную зеленую гимнастерку, сбившуюся комом, выше головы Муть свинцом налила темя Григорий слез с коня и замотал головой Мимо него скакали казаки третьи сотни Пронесли на шинели раненого На рысях прогнали толпу пленных австрийцев Они бежали скучным серым стадом Он бросил поводья и сам не зная для чего подошел к зарубленному им австрийскому солдату Тот лежал там же, уигривайтесь мы решетчатой ограды Вытянув грязную коричневую ладонь, как за подаянием Григорий глянул ему в лицо Оно показалось ему маленьким, чуть ли не детским Несмотря на вислые усы и измученный Страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, покривленный суровый рот Григорий, спотыкаясь, пошел к коню Путанно тяжек был шаг его Будто нес за плечами непосильную кладь Гнусь и недоумение комкали душу Он взял в руки стремя и долго не мог поднять затяжелевшую ногу И вот началась война В начале главы было сказано, что в лощине поросшей с желтыми кувшинками и осокой Саперы доканчивали просторный мосток Такое сильное, на мой взгляд, противопоставление Ведь эта лощина с кувшинками должна быть очень красива Там могли купаться люди, там могли назначаться свидания Там не должно быть саперов Да, природа жестока и есть естественный отбор Слабейший погибает Но из всех живых существ на планете только человек ведет войны, которые противоестественны Григория вместе с другими солдатами перебрасывают с маневров на передовую Но он не сильно переживает Прохор Зыков спать не может, а Григорий как-то безразличен Но скоро это изменится, потому что он увидит смерть Прохора Того Прохора с телячьими глазами, которому снилось, как они с отцом косят сено Того Прохора, который вот буквально только что жаловался на бессонницу И вот он уже гибнет под копытами лошадей За что? Зачем? Его смерть врежется Григорию в память Потом Григорий впервые убивает человека Австрийца, который в него стрелял, но промахнулся Причем показано, что это дело случая Огонь свинца опалил щеку То есть буквально миллиметр и пуля могла попасть Григорию в голову Но об убийстве этого человека Григорию думать пока некогда Он не может выдернуть пику, бросает ее и несется дальше, пока не встречает второго австрийца Тот бежит даже без оружия Григорий, распаленный безумием, бьет его шашкой, но только стесывает кожу Он встречается с австрийцем взглядом и видит, что его глаза залиты смертным ужасом И Григорий смог ударить его шашкой во второй раз, только зажмурившись Но он как будто не до конца понимает, что произошло Что он сделал? Когда начало приходить осознание, Григорий замотал головой, как будто пытался проснуться от кошмара Он начинает понимать весь ужас произошедшего Муть свинцом налила темя Но видит мертвого казака, что напоминает ему о жестоком законе войны Жизнь убитого им австрийца за жизнь этого казака Но от этого не легче Григорий спешивается, подходит к австрийцу и видит его безобидное, почти детское лицо Измученный, страданием ли, прежним ли безрадостным житьем, покривленный суровый рот Кто знает, как жил этот австриец? Что выпало на его долю? Он был хорошим человеком? Или плохим? За что он был убит? Это приносит Григорию еще больше боли Крик офицера приводит его в чувство, но видно, что Григорию очень тяжело Путано тяжек был шаг его Будто нес за плечами непосильную кладь Да, это война Да, первый австриец сам стрелял в Григория Да и второй, сложись обстоятельства, иначе мог Григория убить Мелехов получил приказ и должен был убивать солдат противника А солдаты на войне не думают Они делают то, что им говорят Это и то, как мимо Григория прогнали пленных австрийцев, которые казались скучным серым стадом Показывает, что война делает из людей животных Им приказывают, и они, не спрашивая, во имя чего, зачем, идут и убивают себе подобных На войне человек умирает, и всем, за редким исключением, наплевать, кем он был, чем жил, будет ли кто-нибудь плакать о нем Это можно сказать и о Прохоре, и об австрийцах Но в первом бою Григорий убил не только солдат противника, но и что-то в себе Возможно, он сам еще не понимает, что Люди разные, есть такие, кому легко убивать Но первый бой Григория показывает, что он не создан причинять боль Он должен работать в поле и растить детей Но его никто не спрашивает Он должен убивать, иначе убьют его И здесь показано, что в человеке, убившем другого человека, что-то меняется Что-то умирает Он никогда не станет прежним Поэтому война, на которой люди убивают друг друга вопреки своему естеству, это всегда трагедия Случай с евреем и украденными часами тоже показательный У человека украли имущество, он просит о помощи Номер полка, в котором служит вор, известен Ну и что? Как его искать в этом хаосе? Да даже если бы и нашли, то что с ним делать? Понятно, что мужчина переживает за свое имущество Но люди, к которым он обратился за помощью Вот прямо сейчас пойдут сражаться Многие могут не вернуться Какие часы? Кому до них есть дело? Или же люди, которые понимают, что через час они могут быть мертвы, мыслят другими категориями Они не будут думать об украденных часах Так же, как рослый рябой батареец нес от корчмы охапку досок, оторванных, наверное, от забора У него гаубица застряла Когда ему отдадут приказ, он должен будет стрелять по людям Могут убить и его Так что дела до чужого забора ему вообще нет А потом пострадавший еврей еще и плетью получил ни за что Возможно, здесь показано, что во время войны, когда обстановка настолько накалена, жестокость отражается на всех Она выплескивается за линию фронта Или же Вахмистер, который был на взводе от того, что сейчас пойдет в бой и, возможно, не выживет Хотел показать самому себе, что он обладает властью хоть над кем-то и над чем-то еще в этой жизни Но вообще в этой главе показано безумие войны И такое ощущение, что никто ничего не понимает И все только делают вид, что держат ситуацию под контролем Что думаете вы? Пишите в комментариях, будем обсуждать И не забывайте, мы то, что мы читаем До скорого! Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»!